Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня в нашей программе мы обсудим тему женских страхов. Мне стало интересно, чего же на самом деле боятся девушки? Сглаза, порчи, автомобильных катастроф, поправиться, сломать нохоть или в конце концов выглядеть дурочкой в глазах публики? Женских страхов очень много, поэтому не будем гадать, а просто спросим наших кривородских красавиц, чего же на самом деле они боятся? Я очень боюсь пауков. Очень страшно, наверное, даже смотреть на них. Я боюсь не самой из темноты, а вот что в ней. Привидения всякие. А я боюсь змей. Могут укусить яд, это все. Я боюсь, что меня могут предать люди, которым я очень сильно доверяю. Темнота. Собаки. Пауки. А мне все испугалось. Темнота и собак. Собаки в темноте. Тараканы, потому что по слухам там могут залезть во всякие щели. Высоты. Я пыталась прыгнуть с парашюта. И как? Нет, я не переборола свой страх. Институт читать? Вот скажите. Сессии, сессии боюсь. Единственное, это вода. Просто боюсь на глубине купаться и все. Пауков разве что-то? Змей. Ну, они противные. Настолько, что даже нельзя представить себе. Ни такие у них много лапа, отхатки. Что в детстве поднималась наверх по лестнице и упала очень сильно. Вот и после того, на высоте это, только высоты боюсь. Перед ними опозориться или вот такого что-то? У меня нету никаких фобий. Нету у меня фобий. Нету, что бояться. Я ничего не боюсь. Не знаю, как вам, но мне кажется, что девушки не очень-то разговорчивы. Ну как? Можно ничего не бояться. Мне кажется, они боятся микрофона. Но просто не хотят в этом признаться. Давайте посмотрим. Нет, нет, нет. Нет. Через три минуты. Нет, извините, я опознаю. Понимая то, что о своих страхах мне и моему оператору девушки навряд ли признаются на улице, я решила провести анонимный вопрос ВКонтакте. Нам тяжело на самом деле признать свои страхи, но все же опрос дал мне больше ответов. Основная часть респондентов, а это 18%, ответили, что боятся одиночества. Второе место разделили страх перед смертью и сексуальным домогательством, что в процентах 16 и 15 соответственно. Также зачастую девушки боятся публичных выступлений или болезней. Именно об этих страхах мне захотелось поговорить с профессиональными психологами. Надеюсь, что они смогут пролить свет на причину возникновения страхов и дать совет, как с ними бороться. Бояться — это нормально, бояться — это хорошо. Страх — это защитная реакция человека на какое-то раздражительное, на какое-то воздействие. Плохо, когда человек не боится. Говорят, что страх — это перевернутый гнев. То есть когда мы не разрешаем себе гневаться, возникает обратная реакция чувства страха. То есть мы направляем эту реакцию на себя, поскольку не можем ее отреагировать вовне. Часто вот именно страхи, тревоги, переживания девушек перерастают уже в фобии старших женщин. Одним из таких вот распространенных надуманных страхов — страх одиночества. В 18-19 лет говорят, до 25 лет не выйдешь замуж, будешь сидеть в старых девах, в психике происходит клин. Если этого не произойдет до 25 лет, жизнь потеряна. Это надуманный страх. И тут нужно осознавать такую вещь, что если мы чего-то боимся, то 80% того, что это правда будет. Страх перед насилием — это страх потери чувства контроля над ситуацией. И возникает побочный такой вот вариант страха. Это называется субсидиарная травма, травма выжившего. Она связана с тем, что либо девушка наблюдала издевательство, либо избиение. И так или иначе она это переносит и на себя. Страх смерти — это экзистенциональный страх. С ним встречаются и мужчины, и женщины. В первый раз они встречаются в возрасте 18-19 лет, когда вдруг молодые люди понимают, что они не бессмертны, что их тело начинает стареть. С одной стороны, это страх, который заставляет человека все время находиться в напряжении, а с другой стороны, этот страх побуждает жить. Например, многие женщины сейчас по таким моим наблюдениям боятся именно смертельных болезней. Страх смерти заставляет жить ярче, жить смелее. Когда мамочка ходит в интересном положении, мы говорим о том, что мамам желательно не нервничать, не беспокоиться, не бояться. Потому что это все, вот эти все эмоции мамы, они отлаживаются на ребенке. Если мама боится потерять ребенка, то вполне вероятно того, что ребенок, постепенно взрослее, будет бояться умереть. Когда ребенок не мог справиться в детской ситуации с каким-то высмеиванием взрослых, уже в более зрелом возрасте он боится вот такого публичного выступления или оценивания, или какого-то момента критики. Другой вариант, когда есть постоянная травмирующая ситуация, которая повторяется из раза в раз. Например, это такая ненавязчивая критика родителей в детстве, которая в зрелом возрасте вызывает ощущение избегания успеха. Когда человек боится выступать, с точки зрения женских страхов, это страх быть успешным. Если у мужчин эта боязнь провала, то женщины боятся успеха. Успех женщины сопровождается таким стереотипом, что если ты успешна, то ты будешь одинока. И поэтому часто приводятся примеры биографии о том, что кто-то достиг успеха, но за счет чего? Женщину ставят перед выбором или семья, или карьера. И вот если начинать, то тогда начинать бояться с малого, тогда нужно бояться публичных выступлений. Бороться с этим на самом деле очень легко. Начинаем мы с зеркала. Каждый вечер должен заканчиваться, и каждое утро должно начинаться с того, что вы стоите перед зеркалами и говорите «Я самая красивая, я самая умная, у меня все лучше всех, у меня всегда все получается». И публичное выступление нужно начинать с того, что вы сидите дома перед рядом кукол, перед своими близкими, перед кучей зеркал. И вы это рассказывая, представляя себе, что это ваш зритель. А когда вы выходите на публику, вы представьте, что вот эта вот публика, те люди, которые сидят перед вами, это вот эти вот ваши домашние куклы, ваши домашние, домочадцы ваши. Теперь, когда мы определили, чего боятся девушки, и узнали главные причины возникновения страха, можем перейти к следующей фазе – полное его уничтожение. Надеюсь, что общение с нашим психологом пойдет вам на пользу, и вы хоть на немножечко, но сможете избавиться от своего страха. Спасибо за то, что провели это время с нами. Надеюсь, с пользой. С вами была Вита. До следующей пятницы.